Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим машинно-аппаратурную схему производства кондитерских вафельных изделий. В видео рассмотрим оборудование производства вафельных листов и оборудование для приготовления некоторых видов начинок для заполнения этих вафельных листов. Вафли как пищевой продукт представляют собой легкие пористые листы с начинкой в виде прослоек или без начинки. Вафли вырабатываются разной формы. Прямоугольные, круглые, треугольные, фигурные в виде орехов, ракушек, палочек и тому подобное. Они могут быть полностью или частично покрыты шоколадной глазурью, или иметь другую внешнюю отделку. Фигурные вафли представляют собой заполненные начинкой мелкие изделия, которые обычно фасуют в гофро короба. Сравнительно небольшое количество вафель вырабатывается в виде вафельных листов без начинок. Такие вафли после выпечки и охлаждения укладывают в коробки. Фигурные вафли изготавливают только с начинкой. На современных механизированных предприятиях вафли получают на поточно-механизированных линиях. Технологический процесс на таких линиях состоит из следующих операций. Непрерывного замеса теста, выпечки вафельных листов, их охлаждения, приготовления начинки, намазывания на вафельные листы начинки, охлаждения и резки полученных пластов, завертывания в пачки или фасовки в коробки и укладки в ящики. Операции по приготовлению вафельного теста и жировой начинки выполняют непрерывно по точным способам на специальных агрегатах. Подробнее рассмотрим машинно-аппаратурную схему линии производства вафель. Приготовление эмульсии производят следующим образом. В эмульсатор 22 периодического действия с Т-образными лопастями с частотой вращения 270 оборотов в минуту сначала загружают желток или меланж, предварительно разведенный в воде, в соотношении 1 к 1. Затем растительное масло, пищевые фосфатиды, гидрокарбонат натрия, соду в виде 7,5% раствора, соль и перемешивают в течение 10-15 минут. К полученной из распределительного бака 4 через кран 5 с помощью порционного дозатора 6 добавляют примерно 5% от общего количества воды, идущей на замес теста, и перемешивают еще 5 минут. Полученную концентрированную эмульсию подают насосом 21 через фильтр 20 в расходную емкость 12 смешалкой. Оттуда она поступает в бачок постоянного уровня 19. Бачок обеспечивает стабильный напор на всасывающей линии плунжерного насоса дозатора 18, направляющего эмульсию в гомогенизатор 11. В нем при интенсивном перемешивании в небольшом объеме концентрированная эмульсия смешивается с оставшимся количеством воды. Подаваемый из дозатора 3 непрерывного действия. После гомогенизатора 11 разбавленная эмульсия непрерывно поступает в вибрационный смеситель 17. Туда же из бункера 1 дозатором 2 непрерывно подается просеянная мука. Непрерывное интенсивное смешивание разбавленной эмульсии с мукой при одновременном воздействии направленных вибрационных колебаний. Позволяет ускорить приготовление вафельного теста. Из приемного бачка смесителя готовое тесто с помощью насоса процеживается через фильтр и подается в расходный бачок вафельной печи 28. Температура готового теста должна быть не выше 20 градусов, влажность 58-65%. Формование вафельных листов осуществляется путем отливки заданной порции теста непосредственно в форме печи 28. Тесто заполняет внутреннюю полость толщиной 2-3 мм между металлическими плитами вафельной формы. Стабилизация формы листа происходит в результате удаления влаги при выпечке. Температура выпечки составляет 170-210 градусов Цельсия. Продолжительность выпечки 2-3 минуты. Влажность выпеченного вафельного листа 0,7-1,3%. Его масса от 48 до 52 граммов. Вафельные листы из печи 28 подаются на люльке конвейера 29 и охлаждаются до температуры воздуха в помещении цеха, а затем поступают в намазывающую машину 30. Непрерывное приготовление начинки осуществляется следующим образом. Вафельные обрезки и оттеки предварительно измельчают в меланжоре 27, а затем в пятиволковой мельнице 26. Полученная вафельная крошка подается с шнековым дозатором 25 в смеситель 24. В него же из темперирующей машины 9 с помощью дозатора 10 подается расплавленный жир около 20% общего его количества, идущего на приготовление начинки, в котором растворяют лицетин. Приемную воронку смесителя 24 дозируют также растворой лимонной кислоты, ароматизирующей эссенции и красителя. В результате смешивания этих компонентов получается пастообразная эмульсия, которая шестеренчатым насосом подается через их фильтр в дозатор непрерывного действия 14. Из него эмульсию дозируют вибросмеситель 23. Жир в блоках подают в темперирующую машину 9, и после перевода в жидкообразное состояние большая часть жира насосом непрерывно подается в охладитель 15 через сетчатый фильтр 16. Благодаря охлаждению до 20-23 градусов Цельсия и механической обработки, жир приобретает сметанообразную консистенцию с большим количеством центров кристаллизации, и непрерывно загружается в вибрационный смеситель 23. Сахар-песок из бункера 7 дозатором 8 подается в микромельницу 13, откуда в виде пудры направляется в вибросмеситель 23. В результате интенсивной обработки смеси выше перечисленных рецептурных компонентов в вибросмесителе 23 образуется пышная взбитая жировая начинка. Она насосом через сетчатый фильтр подается в приемную воронку намазывающей машины 30. В этой машине при помощи намазывающих механизмов на листы наносится слой начинки, а после укладки намазанных листов в стопке образуются многослойные вафельные пласты. На выходе из машины 30 пласты укладывают на люльки конвейера охлаждающего аппарата 31, а затем штабелером 32 в стопке. Далее пласты разрезают на отдельные изделия при помощи резательной машины 33. Заверточные машины 34 вафли упаковывают в пакеты или пачки, которые затем укладывают в гофрокороба. Заклеиваемые машиной 35. Готовая продукция направляется на склад. Рассмотренная линия также может быть доукомплектована специальными дозаторами для нанесения расплавленной шоколадной массы и сетчатым конвейером, на котором будут остывать полуфабрикаты шоколадных вафельных конфет. Приготовление вафельных листов состоит из приготовления теста, выпечки и охлаждения. Консистенция теста для вафельных листов значительно отличается от консистенции теста для других видов мучных кондитерских изделий. Это тесто представляет собой жидкость со сравнительно низкой вязкостью, влажностью до 65%. Для получения теста с такой большой влажностью, количество введенной по рецептуре воды в 10-12 раз превышает массу всего сырья, кроме муки. Жидкая консистенция теста дает возможность получать тонкие вафельные листы. Основной полуфабрикат вафельного производства. Оно легко и полностью заполняет все углубления вафельной формы. При замесе вафельного теста для того, чтобы уменьшить возможность слипания отдельных частичек муки в комки, создают определенные условия. Необходимо, чтобы в момент соприкосновения муки с водой вокруг каждой частицы образовывалась гидратная оболочка. Такая оболочка мешает слипанию набухших частиц. Для этого муку вводят не сразу, а небольшими порциями в несколько приемов. Предпочтительнее готовить тесто на эмульсии, состоящее из всех компонентов теста, за исключением муки. Это желток или меланж, растительное масло, фосфатиды, растворы гидрокарбоната, натрия и соли. На механизированных предприятиях тесто для вафельных листов готовят непрерывным способом на основе эмульсии, на специальной поточной механизированной станции. Эмульсию для теста готовят в две стадии. Сначала концентрированную эмульсию с минимальным количеством воды, а затем разбавленную. Для этого концентрированную эмульсию разводят в восемь раз. Такая технология позволяет приготовить концентрированную эмульсию, расход которой невелик. Периодическим способом 1-3 раза в смену. Эмульсию готовят следующим образом. В смесители последовательно загружают фосфатитные концентраты, обычно это лецитин, растительное масло, гидрокарбонат, натрия, пищевую соду и соль. Перемешивают в течение 15-20 минут и для полного растворения соли и соды через дозатор вводят от 2 до 5% рецептурного количества холодной воды. Снова перемешивают в течение 3-5 минут для образования мелкодисперсной эмульсии. Из смесителя концентрированная эмульсия, пройдя фильтр, непрерывно закачивается в расходную емкость смешалкой. Оттуда подается насосом-дозатором в гомогенизатор. Затем концентрированная эмульсия при интенсивном перемешивании соединяется с оставшимся количеством охлажденной воды. Разбавленная эмульсия из гомогенизатора поступает в вибросмеситель. Туда же ленточным дозатором подается мука. Непрерывное интенсивное смешивание разбавленной эмульсии с мукой при одновременном воздействии вибрационных колебаний позволяет приготовить тесто в вибросмесителе за 13-15 секунд. Готовое тесто с помощью насоса процеживается через фильтр и поступает на выпечку. На качество вафельного теста значительно влияет качество используемой муки. В частности количество и качество клейковины. При использовании муки с большим количеством клейковины вязкость теста повышается, что неблагоприятно сказывается на качестве получаемых вафельных вистов. Значительно снижает качество вафельных листов и мука, содержащая сильную клейковину. Наилучшие результаты можно получить при использовании муки со слабой клейковиной, содержащей ее не более 32%. На мелких предприятиях вафельное тесто готовят периодическим способом в мессильных машинах. В машину последовательно загружают фосфатиды, которые предварительно эмульгируют с небольшим количеством воды. Растительное масло, желтки, гидрокарбонат натрия, соль и 10% предусмотренного расчетом количества воды. Включают машину и перемешивают в течение нескольких минут. Вводят остальную воду и, если предусмотрено рецептурой, молоко. Вода и молоко должны иметь температуру от 15 до 20 градусов Цельсия. Затем вводят половину рецептурной закладки муки. Все перемешивают около 3 минут. Вводят оставшееся количество муки и перемешивают еще 10-15 минут. Готовое тесто должно иметь жидкую консистенцию, влажность в пределах 58-65%. Относительную плотность от 1,02 до 1,1. Готовое тесто процеживают через сито с отверстиями диаметром около 2,5 мм. Особое значение имеет влажность теста. Ее снижение ведет к значительному увеличению вязкости теста. Как следствие, это затрудняет дозирование и заполнение вафельных форм. В свою очередь, увеличение влажности приводит к существенному снижению производительности печи и увеличению количества оттеков. Температура вафельного теста должна быть в интервале от 15 до 20 градусов Цельсия. Повышение температуры теста не снижает, а повышает вязкость. Это связано с увеличением набухаемости клейковины при повышении температуры, что в свою очередь снижает качество вафельных листов. Если в рецептуру вафельных листов входит сахар, то его вводят после всех компонентов перед внесением муки. Сахар вводит в вафельное тесто для увеличения срока хранения. Вафельные листы, приготовленные по обычной рецептуре без сахара, очень гигроскопичны и поэтому практически непригодны для вафель с влажными начинками, типа помадных и фруктовых. В связи с этим в рецептуру теста для вафельных листов, которые будут использованы с начинками, вводят некоторое количество сахара, около 10%. Сахар позволяет сохранить их хрупкость при некотором увеличении влажности. Однако введение сахара значительно увеличивает прилипание вафельных листов к формам. Для уменьшения этого явления в тесто, содержащее сахар, добавляют до 3% растительного масла и 0,5% фосфатидных концентратов. Количество воды, взятое для замеса вафельного теста, зависит от количества и качества клейковины, используемой муки. И может быть уточнено путём пробного замеса. При выработке сладких вафель, выпускаемых без начинки, применяют несколько иной режим замеса теста. Последовательность загрузки сырья такая. Вода с температурой около 18 градусов Цельсия, сахар. Третья часть рассчитанного количества муки, гидрокарбонат натрия. После предварительного замеса этих компонентов, в течение 2-3 минут, вводят желтки и вновь перемешивают 10-12 минут. Затем добавляют расплавленное сливочное масло температурой около 37 градусов Цельсия. Остальную муку и ароматизаторы, ванильную пудру, молотый кофе, какао-порошок, в зависимости от сорта вафель и обрабатывают ещё 5-8 минут. Влажность такого теста должна быть 42-44%. Такая сравнительно низкая влажность может быть в тесте связана с тем, что сахар, введённый в замес, ограничивает набухание клейковины муки. Вафельные листы выпекают между двумя массивными металлическими плитами с зазором 2-3 мм. При этом тонкий слой теста непосредственно контактирует с горячими поверхностями. Такой способ выпечки называют контактным. Тесто формуется непосредственно на обогреваемой поверхности плиты. Поверхность плит, заполняемая тестом, может быть гладкой, гофрированной или фигурной. В зависимости от этого, вафельные листы можно получить с гладкой или гофрированной поверхностью, либо с фигурами различной формы. Каждая форма имеет на своих осях 4 ролика, на которых она движется по направляющим. Формы соединены между собой серьгами и образуют непрерывную цепь. Края формы плотно прижаты друг к другу, а по их периметру расположен ряд углублений для удаления влаги и избытка теста. В процессе выпечки из теста удаляется значительное количество влаги. 180% к массе сухого вещества. Вследствие небольшой толщины листов и значительной поверхности выпаривания в вафельных формах, процесс выпечки протекает при температуре от 150 до 170 градусов Цельсия. И продолжается всего 2-3 минуты. Наибольшее выделение влаги происходит в начале выпечки. В процессе интенсивного превращения воды в пар в вафельных листах образуются поры. Поэтому роль химических разрыхлителей ограничена. Оптимальные условия выпечки вафельных листов предназначены для прослойки начинками. Температура греющей поверхности 170 градусов Цельсия. Продолжительность выпечки 2 минуты. А для выпечки вафельных листов, реализуемых без начинки, 3-4 минуты. Для выпечки вафельных листов используются полуавтоматические печи с чугунными формами, укрепленными на цепном конвейере. Такие печи работают на газе или электрообогреве. Рассмотрим конструкцию и принцип действия вафельной печи. Печь имеет конвейер 7 с 30 формами 5, состоящими из двух плит, нижний и верхний. Тесто подается на нижние плиты насосом с помощью периодически действующей трубчатой насадки 2. Выпеченные вафельные листы снимают вручную. На нижнюю плиту наливается необходимая порция теста. После этого под воздействием направляющей 6 на нижнюю плиту автоматически опускается верхняя плита, крышка формы, снабженная роликом 3. Обе части формы закрываются замком, после чего формы поступают в рабочее пространство печи. Газ поступает по трубам 12 и сжигается в трубчатых горелках 13 и 15 атмосферного типа, в которые газ и воздух подаются под давлением. Воздух поступает по трубе 11. Перед поступлением в горелочное устройство газовоздушная смесь предварительно перемешивается. Сгорание газовоздушной смеси происходит в трубах с керамическими насадками. Изоляционный материал 10 заполняет каркас пекарной камеры. Снаружи печь ограждена щитами 14. Горелки расположены вдоль печи двумя рядами. В каждом ряду установлены три горелочные трубы на расстоянии 100 мм друг от друга. Первый ряд горелок расположен под плитами верхней части конвейера. Второй над плитами нижней ветви конвейера. Величина пламени регулируется с фронта печи с помощью тяг, укрепленных в направляющей 8. На левой боковине установлен пульт управления 9 печью. Продукты сгорания отводятся из пекарной камеры с помощью труб 1. Зон 4 служит для снижения температуры воздуха в зоне обслуживания. На экране показана схема дозирования вафельного теста на плоскую поверхность формы. Укрепленная на конвейере 12 форма 10 в раскрытом состоянии движется влево. При этом нижняя часть формы проходит под насадкой 11, из которой через отверстие вытекает жидкое вафельное тесто. Последнее поступает к печи из рецепторно-смесительной станции по трубе 1, снабжённой автоматическим клапаном с поплавком 18. Клапан обеспечивает постоянный уровень теста в баке 19, откуда оно засасывается по трубе 17, шестерённым насосом 16 и по трубе 15 подаётся в трёхходовой кран 7. Насос 16 работает от мотор редуктора 14, который, как и насос, установлен на общей плите. Кран 7 снабжён пробкой, которая поворачивается на необходимый угол рычагом коромыслом 6. При этом тесто может направляться в трубопровод 9 к насадке 11, когда под ней находится нижняя часть формы 10, или в трубопровод 2, по которому тесто возвращается в бак 19. Угол поворота, а следовательное количество теста регулируется положением рычага 4, который перемещается тягой 5 путём вращения рукоятки 13, установленной перед фронтом печи. Рычаг коромысла 6 поворачивается упором 8, которым снабжены звенья цепей конвейера 12. Рычаг коромысла 6 возвращается в исходное положение пружины 3. В печах с электрообогревом нагреватели находятся непосредственно внутри плит. Электропитание подаётся в движущиеся вафельницы через специальные троллей. В печах обоих типов за время полного оборота цепного конвейера вафельные листы выпекаются, верхняя плита вафельницы автоматически отделяется от нижней и листы извлекаются из формы. При выпечке через щель между верхней и нижней плитами вытекает некоторое количество теста. Это тесто образуют после выпечки на краях вафельного листа оттёки, которые снимают с форм вместе с выпеченными листами. Затем их отделяют от вафельного листа. Для уменьшения количества подгорелых оттёков на плиты устанавливают специальные козырьки, защищающие оттёки от пламени горелок. После выпечки вафельные листы охлаждают. Причём в зависимости от длительности и условий охлаждения, а также от влажности листов. В них при охлаждении происходит процесс поглощения или отдачи влаги, который может сопровождаться изменением линейных размеров листов. Это является основной причиной деформации и растрескивания листов в процессе охлаждения. Листы охлаждают по-разному. Каждый лист отдельно или в стопках. Первый способ предпочтительнее, так как при одиночном охлаждении лист не деформируется. Это происходит потому, что воздух равномерно обтекает лист и поглощает из него влагу во всех его зонах, что сопровождается одинаковым изменением линейных размеров. В этом случае продолжительность охлаждения листов до температуры 30-35 градусов Цельсия составляет 1,5-2 минуты. На механизированных предприятиях вафельные листы охлаждают воздухом цеха без искусственной циркуляции на специальном люличном конвейере. Конвейер оборудован специальными устройствами для загрузки и съема вафельных листов. При охлаждении в стопах процесс влагообмена с воздухом происходит неравномерно по всей плоскости листа. И следствием этого является деформация вафельных листов. Влажность периферийных и центральных частей листа изменяется неравномерно. Процесс деформации вафельных листов можно уменьшить в значительной степени, если выстойку проводить при повышенной температуре 50-52 градуса Цельсия и в помещении с пониженной относительной влажностью воздуха 30%. Далее рассмотрим приготовление начинок. Для прослойки вафель применяют следующие виды начинок. Жировые, помадные, фруктовые, пралиновые и другие. Например, я подготовил вот такой демонстрационный материал. Внизу это обычная вафля с лимонной жировой прослойкой. Это конфета воронежская, сделанная на воронежской кондитерской фабрике. Здесь вафельные листы с жировой прослойкой белого цвета и залитой шоколадной глазурью. А это помадный корпус конфеты коровка, которые здесь представлены как конфета, но также могут использоваться в качестве прослойки вафель. К сожалению, пралиновых конфет у меня под рукой нет, потому что я их все съел. Они были очень вкусные. Однако, поскольку наибольшее количество вафель вырабатывают с жировыми начинками, с производства жировой начинки мы и начнем наше рассмотрение. Жировые начинки готовят из сахарной пудры и кондитерского или гидрированного жира. Качество жировых начинок зависит от способности жира при замесе насыщаться воздухом, способность к кремообразованию. Тщательно перемешанная начинка, содержащая большое количество воздуха, имеет легкотающую, маслянистую, нежную консистенцию, что является главным показателем ее качества. Перед замесом жир специально подготавливают. Наилучшее насыщение жира воздухом при избивании происходит при использовании закристаллизованного жира. При периодическом замесе начинки используют часть жира в расплавленном и часть в закристаллизованном состоянии. При непрерывном приготовлении начинки жир может быть использован только в расплавленном состоянии, так как только в таком виде можно перекачивать и дозировать его. Однако расплавленный жир имеет очень низкую кремообразующую способность, поэтому не обеспечивает хорошего качества начинки. В связи с этим расплавленный жир перед поступлением в смеситель охлаждают до точки застывания и подвергают процессу кристаллизации в специальном охладительном аппарате. Кроме главных компонентов в рецептуру жировых начинок входят лимонная кислота, фосфатидные концентраты, иногда сухое молоко, какао-порошок, эссенции, ванилин и другие вкусовые и ароматические добавки. Кроме того, в начинки в соответствии с рецептурой вводят возвратные отходы, обрезки тех же сортов вафель. Предварительно эти отходы измельчают на трех или пяти волковых мельницах или меланжорах. Лимонную кислоту используют в виде концентрированного раствора. При этом может произойти образование комков сахарной пудры. Чтобы избежать этого явления, предварительно готовят эмульсию, в которую кроме раствора лимонной кислоты вводят фосфатидные концентраты, эссенцию и небольшое количество жира. Фосфатидные концентраты растворяют в жире, затем добавляют эссенцию и все перемешивают. После чего, перемешивая, в несколько приемах добавляют воду и в последнюю очередь кристаллическую лимонную кислоту. Готовую эмульсию процеживают через сито с ячейками диаметром 2 мм. На крупных предприятиях жировые начинки готовят на специальных механизированных линиях непрерывного действия с применением вибросмесителя. В связи с тем, что сахарная пудра трудно поддается транспортированию и механизированному дозированию, в агрегат загружают не сахарную пудру, а сахарный песок. Сахарную пудру получают на молотковой дробилке непосредственно перед подачей ее на замес. Сахар-песок подают через дозатор. Дозирование жира частично в закристаллизованном виде также имеет определенные трудности. Поэтому его дозируют в расплавленном виде насосом-дозатором, а затем охлаждают в специальном аппарате непрерывного действия. Аппарат имеет два цилиндра-охладитель, расположенные один над другим. Внутри каждого цилиндра находится полый барабан с шарнирно-закрепленным ножом, который во время вращения барабана прижимается к внутренней стенке цилиндра. Жир под давлением подается в нижний цилиндр и тонким слоем проталкивается в пространство между цилиндром и барабаном, соприкасаясь с холодными стенками цилиндра, омываемого холодной водой температуры 10-15 градусов Цельсия. Охлаждается и снимается ножом. Затем жир подается для окончательного охлаждения во второй цилиндр и также проталкивается в зазор, образуемый между цилиндром и барабаном. Процесс расплавления твердых широв требует больших затрат энергии. При этом качество жира и как следствие конечной продукции ухудшается. Тем более нецелесообразно плавить жир, а затем в связи с условиями технологического процесса снова переводить его в пластичное состояние. Поэтому был разработан пластикатор твердых жиров. Пластикатор предназначен для структурно-механической обработки твердых жиров, получение жиров пластичной консистенции, используемой в производстве мучных и сахарных жиросодержащих кондитерских изделий. Пластикатор работает как самостоятельное оборудование и может быть использован на всех предприятиях пищевой промышленности, использующих в производстве твердые жиры. Сливочное масло, какао-масло, маргарин, кондитерский жир и их эквиваленты и заменители. На станине установлены электродвигатель 11 и редуктор 12. Через цепную передачу 15 крутящий момент от редуктора передается к распределительной коробке 16. Последняя представляет собой многоступенчатый цилиндрический редуктор специальной конструкции, предназначенный для распределения передачи крутящих моментов на валы узла структурной обработки 21 и узла пластикации 24. Все необходимые компоненты по наклонному желобу 1 поступают в бункер 3 с крышкой 2. Загрузочный узел снабжен водяными рубашками, в которые вода подходит и удаляется через штуцеры 17. В корпусе узла структурной обработки 21 на валах 19 смонтированы режущие винты 18 и винты противодавления 20. Режущие винты 18, имеющие специальный профиль и разное направление винтовой линии, предназначены для снятия стружки с блока жира, частичного его перетирания и транспортирования к выходному по трубку. Винты противодавления 20, имеющие разное направление винтовой линии, предназначены для уменьшения давления на торцевую крышку и улучшения условий выдавливания жира в переходную камеру. В камере узла пластикации 24 на валах 8 смонтированы винты 9 и шестерни 7, между которыми установлена перегородка 13 с отверстиями 14. Корпус камеры пластикации 24 снабжен водяной рубашкой. Винты 18, имеющие различное направление винтовой линии, предназначены для окончательной пластикации продукта и нагнетания его в выходной штуцер 6 пластикатора. Водяные рубашки узла структурной обработки 21 и пластикации 24 соединены трубопроводом 22. Технологический процесс пластикации протекает следующим образом. Блок твердого жира сталкивается с разделочного стола в желоб 1 загрузочного узла. Скользит до контакта с крышкой упором 2 бункера 3, одновременно попадая в зону воздействия режущих винтов 18. В момент резки брикет твердого жира под действием собственной массы и режущих винтов 18 втягивается в замкнутую часть камеры узла структурной обработки 21, в которой начинается пластикация измельченного твердого жира. Далее жир перемещается к винтам противодавления 20. В результате в полости между режущими винтами противодавления образуется зона повышенного давления, за счет чего продукт выдавливается в переходную камеру 23. Затем частично перетертый продукт захватывается шестернями 7 камеры пластикации 24 и выдавливается в напорную зону, откуда через большое отверстие 14 в перегородке 13 попадает в заборную зону нагнетающих винтов 9. Часть продукта через малое отверстие 14 в перегородке 13 перетекает в заборную зону 4 пластицирующих шестерен 7. Таким образом происходит многократная обработка жира. Нагнетающие винты 9 окончательно обрабатывают продукт и выдавливают его через выходной штуцер 6 пластикатора. Корпус заборной зоны 4 и выходной штуцер 6 крепятся к узлу пластикации накидными болтами 5, что облегчает очистку пластикатора от остатков жира по окончании работы. Производительность пластикатора 600 тонн в час. Охлажденный или пластицированный жир сметанообразной консистенции температурой 20-23 градуса Цельсия поступает в вибросмеситель. Такой жир быстро кристаллизуется с образованием мелких кристалликов. Остальные компоненты рецептуры, такие как лимонная кислота, эссенция, измельченные возвратные отходы, а также вкусовые добавки, сухое молоко, кофе, сливочное масло, какао-порошок и тому подобное, предварительно смешивают. Из них готовят массу в виде пасты, в которую вводят до 30% предусмотренного по рецептуре жира. Для приготовления такой пасты предварительно измельчают и перемешивают возвратные отходы, обрезки вафельных пластов. И смешивают их с другими сухими добавками, сухое молоко, какао, кофе и тому подобное. Полученную массу перекачивают в расходную емкость, а откуда она поступает в вибросмеситель. Готовая начинка насосом перекачивается в намазывающую машину. При получении начинки периодическим способом в мессильную и ретемперирующую машину загружают сырье в следующей последовательности. Измельченные возвратные отходы, 85% жира от общего количества, 50% сахарной пудры и перемешивают 2-3 минуты. Остальное количество сахарной пудры вводят постепенно при перемешивании. Чтобы уменьшить комкование сахарной пудры, раствор лимонной кислоты и эссенции вливают последовательно. Сначала раствор лимонной кислоты с горячей водой в соотношении 10 к 8, а затем эссенцию, приливая постепенно к густой массе, находящейся в машине. В последнюю очередь вводят оставшееся количество жира в расплавленном состоянии. Из раствора лимонной кислоты и эссенции можно приготовить эмульсию так, как указано ранее. Общая продолжительность процесса 15-18 минут. Приготовление помадных начинок. Из обычной помадной массы даже при увеличении содержания жира не удается получить вафли высокого качества. При соприкосновении начинки с вафельными листами, даже при непродолжительном хранении, вафельные листы увлажняются, теряют хрустящие свойства. Это связано со сравнительно высокой влажностью помадной массы. Если же приготовить помадную массу с меньшим содержанием влаги, то наблюдается рост кристаллов сахара. Начинка твердеет и качество её значительно снижается. Для уменьшения и интенсивности перехода влаги из начинки в вафельные листы в помадную массу вводит сорбит, фосфатидные концентраты и некоторое количество жира. При этом сорбит используют как влагоудерживающее средство. Сорбит предварительно подогревают, расплавляют и смешивают с небольшой частью помадной массы. Фосфатидные концентраты растворяют в небольшом количестве жира. А потом смешивают со всем предусмотренным рецептурой его количеством. Все компоненты перемешивают в мессильной машине. В последнюю очередь добавляю жир, смешанный с фосфатидными концентратами. Машинно-аппаратурную схему линии производства помадных конфет. Вот я вам показываю половинку от конфеты коровка, которую я вам демонстрировал ранее. Машинно-аппаратурную схему производства таких конфет мы рассмотрели на нашем канале. В этом видео, просвещенной машинно-аппаратурной схеме линии производства помадных конфет, мы разобрали не только саму машинно-аппаратурную схему, но мы также разобрали технологические параметры, технологические режимы обработки сырья и полуфабрикатов. Я вам рекомендую посмотреть это видео, чтобы вы были в курсе того, как производится помадная масса. А далее мы переходим к рассмотрению производства фруктовых начинок. Фруктовые начинки готовятся увариванием фруктово-ягодных полуфабрикатов с сахаром и патокой. До остаточной влажности 18%. Однако вафельные листы с такой начинкой, как и с помадной, быстро теряют хрустящие свойства. Снижение влажности начинки до 16% способствует удлинению сроков хранения хрустящих свойств вафельных листов. В последние годы для этой цели стали применять иной способ приготовления начинки без уваривания. Фруктово-ягодную подварку смешивают при подогревании до температуры 90 градусов Цельсия с сахарной пудрой, инвертным сиропом и лимонной кислотой. Сахарную пудру вводят небольшими порциями в 3-4 приема. После охлаждения до 50 градусов Цельсия в полученную массу вводят предварительно измельченные возвратные отходы вафельных пластов. Массовая доля сухих веществ в смеси должна быть не менее 84%. Перед дномазкой начинку темперируют при 50 градусах Цельсия. Приготовление начинки таким способом обеспечивает сохранение хрустящих свойств вафельных листов при правильном хранении до 1 месяца. Процесс приготовления масс для вафельных пралиновых начинок принципиально не отличается от приготовления конфетных пралиновых масс и пралиновых начинок для карамели. Однако я отвлекусь от темы нашей лекции, чтобы поговорить о том, что оказывается не только при производстве экструдированных изделий с фруктово-ягодными начинками есть проблема с миграцией влаги от начинки к корпусу. Но если в экструдионных подушечках или палочках с начинками миграция происходит в пористый хрустящий корпус, который сформирован путем экструдии сухой смеси сырья, то по отношению к нашему видео такая миграция происходит из начинок, из помадных начинок, из фруктовых начинок в вафле. То есть здесь у нас вафельный корпус у такой конфеты или у вафли. Так вот, оказывается, что эта проблема миграции влаги возникла не с появлением экструдированных, коэкструдированных продуктов, которое произошло где-то в середине 80-х годов, а намного раньше. Это может быть и 50-е, и 40-е годы, когда кондитерские фабрики, научно-исследовательские институты экспериментировали с составами начинок для вафельных изделий. Но до сих пор прошло столько лет, и ничего, кроме того, чтобы добавить сорбит в помадную начинку, или изменить способ производства фруктовой начинки, там то, что мы вот только что обсудили, начали применять иной способ приготовления начинки без уваривания, это для вафельных изделий. Так прошло столько лет, и почему никто не задался вопросом, чтобы подумать над тем, чтобы создать влагобарьер, который бы препятствовал миграции влаги? Об этом мы говорили как минимум еще в двух видео, кроме этого. Первое видео было о том, как я ездил на предакселератор технологических стартапов Generation S в 2017 году. Видео можно посмотреть на канале. И второе видео, это видео о расчете производства хрустящих подушечек с начинками. Вопрос, который висит в воздухе, и никто им не занимается. Никто в мире вообще, вот буквально я видел три вида влагобарьеров пищевых, патенты видел, японские видел, американские патенты видел, на основе белка, на основе жира, на основе морских подростей. Но я не видел испытаний этих влагобарьеров, чтобы были научные статьи с изложением результатов экспериментов. Действительно ли эти влагобарьеры защищают? И действительно ли они предотвращают миграцию влаги? Но даже так не предотвращают, замедляют миграцию влаги, чтобы, допустим, если мы говорим про вафельные продукты из вафель, то, как мы уже выше говорили, что срок хранения с фруктовыми начинками продукции, вафля с фруктовыми начинками, это один месяц. Это очень мало. Это очень мало. И если мы хотя бы в три раза увеличим с помощью вот этого влагобарьера, мы увеличим срок хранения до трех месяцев. А в эксклюзионном производстве у нас миграция влаги настолько сильная, но еще и у нас структура самой оболочки другая, не вафельная. А экструдированный корпус зерновой или из смесей разной муки и так далее. Если у нас для экструдированных продуктов этот срок хранения до полного промокания корпуса составляет всего 7 дней. Ну почему до сих пор не объединились кондитерские фабрики, экструзионные производства? Это всем на пользу пойдет. Я думаю, что там небольшие затраты в объеме производства вот этих изделий и по отношению к тому выхлопу, который получится. Небольшие затраты на разработку этого влагобарьера. Только нужно каким-то образом с разработчиками прописать в договоре, что патент, правообладатель будет какая-то коммерческая структура. Объединенные кондитеры, United Bakers или что-то такое, чтобы или создать какую-то компанию, вот все производители, допустим, кондитерские фабрики в России, экструзионные производства в России, собрались, организовали компанию в каждой акционерное общество закрытое. В этом акционерном обществе 2% у каждого производителя, 1% в зависимости от того, сколько компаний туда будет в устав вносить. И у этого акционерного общества будет правообладатель на этого патента. Чтобы не возникнуть такой ситуации, что кто-то зарегистрирует у себя патент этого влагобарьера и потом будет требовать от производителей каких-то неимоверных роялти. Опять же, это нужно будет продумать на этапе заказа этих исследований. Каким-то образом подумать. Но раз такая проблема есть, то почему она до сих пор не решается? А мы переходим дальше по теме нашей лекции и дальше рассмотрим формование вафель. Формование вафель. Вафли вырабатывают с различным сочетанием вафельных листов и слоев начинки. Трехслойные, состоящие из двух вафельных листов и одного слоя начинки между ними. Пятислойные, с двумя слоями начинки, заключенные между тремя вафельными листами. Девятислойные, пять вафельных листов, между которыми расположены четыре слоя начинки. Трехслойные вафли с одним слоем начинки, у которых вафельные листы находятся только снаружи, вырабатывают преимущественно с влагосодержащими начинками типа помадных и фруктовых. Вафли с большим количеством слоев и с влагосодержащими начинками не производят в связи с тем, что хрустящие свойства внутреннего вафельного листа при контакте с помадными и фруктовыми начинками не сохраняются. Вафли с пятью и большим количеством слоев вырабатывают с жировой и пралиновой начинками. Наибольшее количество вафель производят пятислойными, с одним внутренним вафельным листом. Толщина слоя начинки зависит от многослойности пласта и составляет 1,4 мм. Для большинства сортов вафель соотношение по массе вафельных листов и начинки, предусмотренная рецептурой, составляет 1,4 мм. Для нанесения слоя начинки на вафельные листы применяют машины с волковым намазывающим механизмом или с подвижной намазывающей кареткой. На кондитерских фабриках наиболее распространены машины с волковым намазывающим механизмом. Эти машины предназначены для изготовления пятислойного вафельного пласта, состоящего из трёх вафельных листов с двумя прослойками начинки. Вафельные пласты формуют на машине с волковыми механизмами. Технологический процесс формования протекает следующим образом. Вафельный лист 9 автоматически или вручную укладывается на ленту конвейера 10 и направляется под намазывающий механизм 7. Начинка 8 покрывает лист тонким слоем, так как листы укладываются без зазора между ними, начинка подаётся непрерывно. Затем на слой начинки укладывается второй вафельный лист 6. Образовавшийся однослойный пласт поступает под механизм 4, который наносит на него начинку 5. Затем укладывается вафельный лист 3. На этом процесс формования пласта заканчивается. Для предотвращения расслаивания пласта и калибрования его толщины пласт поступает в волковый уплотнитель 2, а затем конвейер 1 направляет его в охладитель. При изготовлении фигурных вафель с начинками, ракушки, орешки и тому подобное, фигурные углубления вафельных листов смазывают по краям крахмальным клейстером. Затем в эти углубления ячейки отсаживают начинку, после этого покрывают другим фигурным листом. Также смазанным по краям крахмальным клейстером так, чтобы края ячеек листов совпали. Таким образом образуется вафельный пласт, состоящий из фигурных вафель, расположенных на равном расстоянии друг от друга, между которыми находится слой склеенных листов. На многих предприятиях пласты с начинкой подвергают выстойке в производственных помещениях в течение 5-6 часов. Высота стопы не должна превышать 1 метра. В процессе выстойки происходит выпрессовывание низкоплавких фракций жира из начинок и поглощение их вафельными листами. Вследствие этого повышается вязкость начинки, что способствует более прочному сцеплению слоя начинки с листами и созданию благоприятных условий для резки. Однако процесс выпрессовывания жидкой фракции жира происходит в стопе неравномерно. В нижних пластах под тяжестью стопы он протекает более интенсивно, чем в пластах, находящихся в середине стопы, а в верхних пластах отсутствует. Поэтому консистенция начинки в различных вафельных пластах получается неоднородной, что неблагоприятно сказывается на резке пластов и приводит к увеличению отходов. Миграция жира из начинки в вафельные листы также отражается и на потребительских качествах. Начинка получается недостаточно мягкой. Здесь можно предложить такое решение, как это не странно, из области сыроделия. Когда сыры закладывают на хранение, то их немножко подпрессовывают. Почему бы вот эти вафельные пласты, которые лежат в стопке не выше одного метра, почему бы на верхний пласт не поставить, не положить противень, а на этот противень по углам и в центре положить гири. Допустим, каждая по полкилограмма. И тогда и верхние пласты также будут, и в верхних пластах также будет выделяться избыток жидкой фракции жира. Почему бы это не попробовать? Однако возвращаемся к нашей лекции. На механизированных предприятиях применяют выстойку пластов с охлаждением. При этом одиночные вафельные пласты охлаждают в холодильном шкафу непрерывного действия с радиационно-конвективным способом отвода теплоты. В этом случае вафельные пласты не испытывают давление и не выделяют жидкой фракции жира, что улучшает качество вафель. Жир в жировой и пролиновой начинках при охлаждении в шкафу окончательно закристаллизовывается, что придает вафельным пластам достаточную прочность, необходимую при резке. Охлаждение вафельных пластов происходит при температуре около 4 градусов Цельсия и скорости воздуха 6 метров в секунду в течение 4-5 минут. При повышении температуры в шкафу более 15 градусов Цельсия, даже если скорость воздуха значительно увеличить и продлить процесс охлаждения, не удается получить достаточно твердых пластов, которые можно подвергнуть резке без значительного повышения отходов. Для охлаждения вафель с помадной и фруктовой начинками требуется большая продолжительность. Слишком интенсивное охлаждение может привести к тому, что вафельные листы начнут отставать от слоя начинки. Это значительно затрудняет резку и увеличивает количество отходов. После охлаждения вафельные листы укладывают в маленькие штабеля по 3 пласта толщиной около 30 мм. Пласт режут дважды во взаимно перпендикулярных направлениях на отдельные изделия прямоугольной формы. При резке вафельных пластов образуются обрезки, которые после измельчения вводят в соответствующие виды начинок в количестве не более 12% к массе начинки. Некоторые сорта вафель полностью или частично глазируют шоколадом. Вафельные пласты режут на струнной машине с двумя каретками. На машине установлены две каретки, движущиеся перпендикулярно друг к другу. В первую из них закладывают готовый пласт, прижимаемый сверху металлическими планками 2. Нажимая на пусковую кнопку, работница включает электродвигатель 5. И каретка 1 с пластом начинает двигаться, встречая на своем пути рамку 3. Стуга и перпендикулярно натянутыми стальными струнами, смонтированными на расстоянии равном ширине будущих вафель. Или ширине заготовок для конфет, которые потом будут покрываться шоколадной глазурью. Разрезанные полоски сдвигаются на вторую каретку, а первая возвращается в первоначальное положение. При движении второй каретки, приводимой в движение от электродвигателя 5, сверху прижимаемой планкой, а сзади толкаемой упором, полоски разрезаются на раме 4 на отдельной вафле требуемой длины. Для изменения размеров меняют режущие рамки и упоры. Машина рассчитана для разрезания вафельных листов размерами не более 30 на 50 сантиметров. При максимальной высоте 40 и 80 миллиметров. В этом видео мы рассмотрели процесс производства вафель. И вафель как отдельного продукта, так и вафель с начинками. Рассмотрели основное оборудование этого производства. Я благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Поставьте колокольчик уведомления, а в нем все уведомления. И вы будете получать уведомления о выходе новых видео. Поделитесь этим видео в социальных сетях. С теми, кому оно могло бы быть интересно. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов. И до новых встреч. Продолжение следует...